Мы продолжаем разговор в рамках лекции «Испания в эпоху католических королей Фернандо II и Изабелла I» и переходим к разговору о внешней политике этой монаршей Читы. Можно выделить несколько базовых направлений внешней политики Фернандо и Изабеллы. Первая из них связана с завершением процесса реконкисты. Собственно, именно здесь, в этот период, семивековая борьба испанцев за возвращение себя в Испанию подойдет к концу реконкиста завершиться. Затем второе направление, касающееся открытия нового света и океанских путешествий. И дальше итальянский вопрос и наваргский вопрос. Магистральным направлением внешней политики испанской короны в этот период становится, во-первых, полное собирание земель, я имею в виду, переместки полуострова, собрать под одной короной. И затем уже укрепить свои позиции, это в основном применительно к Рагуну, укрепить свои позиции в Неаполе. Но обо всем по порядку. Итак, завершение реконкисты, присоединение гранады. Гранадская война, точнее гранадская кампания, да, растянулась на долгих 12 лет. Это 12 лет заполненных походами, сражениями, с союзами, расторжениями мирных договоров. 12 лет, когда Кастильские войска под командованием Арагонского короля, впрочем, Изабелла тоже выезжала на театр военных действий, когда Кастильские войска пытались, собственно говоря, сломать мощь Гранадского эмирата. И им это удалось. Началось все с того, что в 1480 году Изабелла Кастильская напоминает эмиру Гранады о дании, которую тот должен платить Кастильскому королю. Дань она требует пока не за все годы, когда ее не спрашивали, то есть еще с правления до 24-го начиная, а лишь за истекший год за 79-й. И эмир Гранады высокомерно отказывает, передавая с пословом королевы слова «Мы больше не платим золотом, мы будем платить сталью». Начинается, по сути, это объявление войны, конечно. И она начата ударом арабов, они наносят первый удар по городу Сахара, который принадлежит Кастильской короне. Город они захватывают и включают в состав его округа, включают в состав Гранадского эмирата. Контрудар Кастильцев последовал на следующий год, 1482-й, когда с одной стороны последовало взятие Альхамы, крепости Альхама, а с другой стороны у Папы Сихста IV была истребована, и спрошена, истребована булла о крестовом походе, и Папа ее выдал. Булла возобновлялась, как вы видите, 10 лет до 1491-го года. Сам факт выдачи такой буллы подразумевает, что Кастильская корона получает субсидию от папского двора. И здесь я отмечу, что итальянский историк, современник этих событий, Франческо Гвитчардини, испанцев он не любил, надо сказать, он очень язвительно заметил, что не будь этих папских денег, Фернандо никогда не выиграл бы эту войну, просто денег бы не хватило. У этого замечания были свои причины, и в нем была своя, конечно, определенная справедливость, как мы увидим позже, когда мы будем говорить про реформу армии в правлении католических королей. Что касается военных моментов, сейчас сначала единственное замечание. Следующим шагом, да, стало пленение во время одной из битв сына наследного принца Гранады Буабдиля. Он, попав в плен, приносит клятву вассальной верности Фернандо, двумя годами позже свергает своего отца и сам становится имером Гранады. И, собственно, поводом для атаки на Гранаду, решающей атаки последней, становится предложение Фернандо Буабдилю в 1490 году, в конце 1490 года, сдать ему город, как своему сеньору, и отказ Буабдиля. Вот отказ Буабдиля повлек за собой начало осады Гранады, осады, которая затянулась с апреля 1991 по январь 1992 года, осады, в которой впервые была в таком объеме применена тяжелая артиллерия, и осады, в ходе которой последний раз, пожалуй, что участвовало войско, в которой составленное из отрядов ведущих магнатов Кастильской короны. Вскоре после взятия Гранады оно будет заменено на королевское войско, собственно, войско, подчиняющееся полностью королю. Но об этом еще отдельно поговорим. Наконец, в январе 1992 года Буабдиль сдает город, по этому поводу составляется довольно большой мирный договор в 67 пунктов. В 67 пунктов почти все они фиксируют определенные обещания Кастильской королевы и, соответственно, ее мужа не притеснять рабов Гранады по одному, другому, третьему признаку в первую голову, не настаивать на насильственном крещении. Это обещание будет нарушено достаточно скоро, собственно, около 1500 года, достаточно сказать, что около 500 года, меньше 10 лет, в Гранаде и вокруг нее начнутся массовые религиозные репрессии. Но об этом еще тоже поговорим отдельно. Соответственно, о конкистах Канарских островов. Это завершение вопросов реконкисты. Собственно, испанская монархия, присоединив к себе Канарские острова, закрыла вопрос отвоевания земель у арабов. Хотя, строго говоря, конечно, Канары никогда не были арабскими-арабскими островами. То есть это уже не реконкиста, это уже во многом просто конкиста Канарских островов. Началась она, как вы видите, в самом начале XV века. Мы об этом говорили в одной из прошлых лекций. Жан-де-Бетанкур, французский авантюрист, рицарь, получает разрешение Кастильского короля завоевать Канары и отдать их Кастилии. Собственно, в 1978 году острова, завоеванные Бетанкуром, попадают под полную власть Кастильской короны. И в том же году начинается последний акт этой операции. Войска Кастильей захватывают остров Гран-Канария. Дальше с большим перерывом, дальше последовал перерыв в 16-17 лет. Обусловлен он был, вполне понятно, чем обусловлен он был, подготовкой и ведением Гранатской войны, которая отнимала все ресурсы королевства, и завершением договоренности с Португалией, которая уступила Кастилье право на Канарские острова по договору Валькасоваш 79-го года. Стало быть, в 93-94-е годы войска Фернандо и Изабеллы захватывают два оставшихся острова, Ла-Пальма и Тенерифе, и Канары становятся Кастильским форпостом в океане. Но здесь возникает один вполне понятный спорный момент. Я бы даже сказал, не спорный, а просто сложный. Вот он, смотрите, обратите внимание, пожалуйста, на карту, занимающую большую часть слайда. Практически все западное виноват побережье Африки, собственно, побережье марокского султаната, царства Фесс, как его называли. Это зона влияния Португалии. Аня Кастиль и португальцы категорически возражают против попыток Кастильцев присоединиться к конкисте этого региона. Больше того, если мы мысленно продлим с вами береговую линию Африки по западному берегу, то ниже мы с вами южнее, мы с вами наткнемся глазами в Гвинею, которая, я напомню, была португальским владением и договором Вальта Сорош Кастильским королям и Кастильским морякам, точнее сказать, было запрещено не только выходить на берег в этих местах, но и использовать торговые пути вдоль побережья Гвинеи. Они были объявлены водами Португалии и туда Кастильцам вход был закрыт. Следовательно, возникло вполне понятное... Да, а на востоке Африки это очень легко увидеть, вот это вот заштрихованное диагональной штриховкой территории, это владение Османской империей. По ее северному побережью, опять-таки, вы можете увидеть ряд точек, окрашенных в цвет Испании на этой карте. Около каждой из них стоит дата. Это такие булавочные уколы Кастильи, довольно ощутимые на самом деле, но не имеющие стратегического исхода. Это прежде всего война Кастильи с мавританскими пиратами, борьба с пиратством. Серьезных побед над турками доли панта собственно и не было. Если мы мысленно обратим взор на Канар, на Канарские острова, и опять-таки мысленно проведем прямую от Танжера или вот если угодно от Кадиса до Канар, то она окажется направленной к юго-западу, практически точно на юго-запад. Вот так не сворачивая с этого курса и пришлось плавать Кастильским морякам. Собственно самым известным из этих плаваний станет как вы догадываетесь плавание Христофора Колумба с первой по четвертой его экспедиции. Вы опять-таки можете увидеть их маршруты на карте. Вот экспедиции с первой по четвертой то есть с 1492 по 1504 год. И обратите пожалуйста внимание что все время Колумб занимался островами Карибского бассейна. То есть высадок на континент практически не было. Практически ни одной. Это выяснение линии побережья это собственно найти то что потом станет Панамским перешейком да но в основном Куба и Ла-Испаньола два острова которым которыми занимался Колумба его люди которым они уделяли свое внимание. Первая высадка на континент испанцев будет позже уже в правлении Карлоса первого в 1518 году и это будет высадка Эрнана Кортеса. Несмотря на то что да соответственно правовое основание тоже вполне понятно правом Кастилии на новое открытое земле активно готовы были оспаривать португальцы кто сказал что они остановились на Африке остановились на Гвинеи потом они всерьез считали что Колумб был агентом португальского короля вот и все первые путешествия было сделано по заказу по указанию португальской короны поэтому повторюсь Португалия всерьез оспаривала испанские открытия арбитром в этом споре выступил папский престол который на тот момент занимает чрезвычайно известная я бы даже сказал одиозная личность папа Александр VI из рода Борджа валенсийского рода Борджа я не зря упомянул его происхождение он испанец ну валенсиец да из королевства Валенсии он подданный королей католиков и он оказывает им конечно всяческие преференции знаменитая булла интерцетера отдающая отдающая во власть костильских королей все земли открытые им ими западнее определенной черты и следом за этой буллой знаменитый договор костильско-португальский договор вторгосильас согласно которым от Азорских островов следовало отложить стомильную зону к западу это зона влияния Португалии причем если вы посмотрите сейчас на планисферу Кантину которая перед вами то вы увидите там линию договора вторгосильас в западной части карты она вертикальная она рассекает карту ровно на две части то есть все что западнее все что восточнее виноват этой черты это португальские владения все что западнее это владение костильских королей еще не открытое это неважно когда они будут открыты они будут владениями костильских королей таковы условия договора и если вы присмотритесь сейчас к этой планисфере то вы увидите что открытые острова Куба и Испаньола уже относятся к испанской зоне а побережье которое впоследствии станет побережьем Бразилии это португальская зона влияния собственно вот отсюда договор Торде Сильвес и потом уже в 16 веке в 1529 году Сарагосский мирный договор вот два этих соглашения заложат то положение дел которое мы имеем сегодня в Латинской Америке когда вся Латинская Америка за исключением Бразилии говорит на диалектах испанского языка Бразилия говорит по-португальски вернемся в Европу и давайте посмотрим на Италию если вы помните одну из прошлых лекций когда речь шла про Рагунскую корону в 15 веке вы полагаю вспомните и то что Альфонсо Пятый великодушный все свое время которое только было уделял своим неаполитанским владениям практически не появляясь в Арагоне и после него на троне неаполитанского королевства продолжили править представители династии Трастама побочной ветви бастарды Альфонса Пятого и их потомки в 1493 году за год до начала описываемых событий Карл VIII король Франции начинает выстраивать свои планы по установлению французской гегемонии в Италии более всего ему интересен конечно Милан но как мы увидим впоследствии не только Милан с целью сделать так чтобы ему не мешали Карл VIII заключает целый ряд договоров договор с Англией и Священной Римской империи это раз договор с Испанией собственно с Кастильей и Арагоном это два нас интересует как раз вот этот договор это барселонский договор 1493 года согласно которому Карл VIII уступает Фернандо графство Руссильон и Сарданья это два спорных графства они подвластны Арагонской короне но находятся они во Франции он уступает их Фернандо а тот в ответ обязуется не участвовать в антифранцузских коалициях если только в них не будет вовлечен папа то есть Фернандо в данном случае выступает таким захитником папского престола эти договоры развязывают руки Карлу VIII и в 1494 году французские войска вторгаются в пределы Италии собственно это становится началом итальянских войн которые растянутся на добрых 6 десятилетий до 1559 года первая итальянская война будет известна как война Карла VIII и собственно Карл вторгнется в Италию заручившись поддержкой Милана он пройдет через Форенцию и фактически поставит там оставит Форенцию в своем тылу в зоне своего уже влияния пройдет через Рим где официально не будет конфликта с папой Александром VI а фактически папа как-то очень быстро покинет Рим и удалится оттуда подальше от французов ну и наконец в том же 1994 году Карл нарушая данное им слово нарушая свое обещание возьмет Неаполь свергнув правящего там стал быть потом Катрастан референд Перл об этом написано много об этом снят прекрасный сериал Борджи и о том как он берет Неаполь и о том что в Неаполе французы заболевают заболевают страшно сифилисом собственно говоря о том что заражается и вскоре умрет сам король об этом обо всем снято и рассказано мы обратим внимание на то что остается в дипломатической истории в 1995 году Александр VI объявляет о создании Святой Лиги он инициатор первоначальные участники папа Фернандо II Арагонский император Максимилиан император Священно-Римской империи Максимилиан очень скоро к ним присоединится Венецианская республика с 1496 года испанский испанцы вовлекут в эту Лигу Англию как чуть позже расскажу испанцы отбирают Неаполь дальше войска Лиги в основном венецианцы разбивают французов при Фурнову но на этом все кончается Карл VIII уходит во Францию его никто не преследует в 98 он умирает но уже на следующий год Людовик XII преемник Карла VIII вторгается обратно в Италию на этот раз его маршрут лежит прямо к Неаполю это собственно называется война за Неаполь или вторая итальянская война он договаривается о совместных действиях с Фернандо II Рагунским и совместно французские и испанские войска осаждают Неаполь очень скоро разумеется берут заключается гранатский договор о разделе сфер влияния в Неаполитанском королевстве и французы и испанцы оказываются там нос к носу то есть они и французский и испанский стоят в Неаполитанском королевстве они там оказываются расквартированы совсем рядом пройдет совсем немного времени между ними проскочит искра и начнется война гранатский договор будет нарушен нарушен со стороны французов в этой войне блестяще себя покажет знаменитый великий капитан Фернандо Гонсалес де Кордова его роли в реформе армии мы еще поговорим потом а пока собственно он разобьет испанцев о господи французов он разобьет французов в битвах при Череньоле и Горильяно его коллега нанесет еще одно поражение французам в битве при городе Семинара и в 1504 году Людовик XII вынужден будет подписать с Арагонским королем договор в Лионе французском Лионе согласно которому Франция оставляет за собой север Италии то есть сохраняет свое влияние на Милан и отчасти на Флоренцию в меньшей мере а юг Италии то есть Неаполитанское королевство это видно на карте отходит Испании причем здесь адресно и это важно Неаполитанское королевство отходит Арагону посмотрите пожалуйста на дату договора 1504 год это год смерти Изабеллы запомните это мы к этому вернемся в одном из последующих эпизодов пока я коротко скажу что когда умрет Изабелла Фернандо по условиям соглашения в Сеговии будет вынужден вернуться в Арагон и перед ним замаячит угроза разрыва двух королевств да и он будет вынужден заботиться уже не об интересах общей короны а об интересах своего родового да об интересах Арагона поэтому вот здесь уступка Неаполя не объединенной короне а именно Арагону повторюсь это важно наконец в 1511 году последует завоевание Навары который будет вот Навара будет захвачена как вы видите меньше чем за год в 12-м году небольшим относительно отрядом который будет возглавлять второй герцог Альба Фадрике Альварес де Толедо Альварес вот Кортес и Наварро почти сразу признают власть Фернандо но Фернандо что характерно передаст завоеванную им Наварро Кастильской коронии вот впрочем все эти тонкости конечно надо иметь ввиду только если занимаешься подробным профессиональным изучением взаимоотношений частей испанской терроры друг с другом на протяжении какого-то вот 16-го 17-го века идем дальше от войн мы перейдем к мирным вопросам к дипломатической службе брачная дипломатия собственно перед вами на картинке католические короли Фернандо и Изабелла рядом с ними рядом с Фернандо инфант Дон Хуан рядом с Изабеллой и соответственно ее тезка старшая дочь Изабелла список детей вы видите на слайде живых детей у католической четы было пятеро еще было двое которые умерли в младенчестве и нам они с вами неинтересны в рамках этого разговора конечно итак пятеро Изабелла старшая она в 1495 году будет выдана за Мануэла первого но умрет в 98 умрет родами родится единственный ребенок принц Мигель де лапаф я о нем уже упоминал он будет наследником обеих корон этот мальчик который прожил чуть больше года будет законным наследником он будет носить титул инфанта браганца и титул инфанта астурийского одновременно то есть если бы представить себе что он выжил и дожил до совершеннолетия что крайне сложно себе представить то он был бы королем всего перенеского глоуста но не сложилось Хуан наследный принц инфанта астурийский умер совсем рано в 97 году в год своей свадьбы с Маргаритой Австрийской дочерью императора Максимилиана детей не было Маргарита Австрийская в Трауре вернулась обратно в империю и достаточно большое количество времени позже она посвятит воспитанию сына Хуаны первой и Филиппа первого будущего соответственно Карлоса Испанского Дальше Хуана следующая по старшинству дочь известно как Хуана первая безумная мы о ней еще поговорим и о том почему она безумная поговорим пока важно что она ее выдают замуж в 1496 году за брата Маргариты Австрийской Филиппа герцога Филиппа который со временем станет Филиппом первым Габсбургом королем Испании он им пробудет совсем недолго но он им будет у них будет шестеро детей нам из этих шестерых детей наиболее будет интересен Карлос повторюсь король Испании Карлос I он же император Священной Римской Империи Карл V которому будет посвящена правление которого будет посвящена следующая большая лекция наконец Мария четвертая дочь которая в пятисотом году будет выдана замуж за Мануэла первого португальского ведь Изабелла умрет из-за него выдадут младшую сестру Изабеллу у них будет несколько детей среди них дочь которую назовут крайне неизобретательна Изабелла Изабелла португальская она станет женой Карлоса I и матерью Филиппа II стало быть испанского наконец Каталина младшая дочь Фернандо и Изабеллы Каталина будет выдана замуж она будет назначена в жены Артуру принцу Уэльскому наследнику британского трона старшему сыну Генах 7 Тюдора который умрет вскоре после свадьбы Генрих 7 задумается над тем не взять ли Каталину в жены за себя потому что возвращать обратный скандал но в итоге отдаст ее своему следующему старшинству сыну Генриху который в итоге сменит Генрих 7 на троне и станет английским королем Генрихом 8 Тюдором брак Генриха 8 и Каталины Арагонской расторгнутой в 1535 году будет благословлен всего лишь одним ребенком у них родится Мария дочь которая в будущем станет королевой Марией Тюдор по прозвищу Кровавая и женой Филиппа II Испанского зачем я все это так подробно рассказываю представьте себе сейчас мысленно вместо картины на слайде карту и на карте будут загораться точки соответствующие брачным союзам Португалия Священная Римская империя дважды две точки да и Англия остается только одно государство неохваченное и сразу становится понятно кто наиболее вероятный стратегический противник Кастильской короны Франция это дипломатия против Франции потом вектор сменится уже в десятые годы последние годы жизни Фернандо Арагонского но это будет потом ну и наконец последний момент о котором стоит сказать это посольская служба Фернандо первый из европейских панахов или один из первых в любом случае чтобы не исполнить за первенство один из первых он начинает отправлять послов на постоянной основе до того посол это обычно гонец либо с грамотой либо с затверженным посланием который приезжает исполняет свою миссию то есть приносит информацию получает ответ и уезжает во многом это связано с тем что нет у большинства европейских стран на тот момент нет столиц то есть король постоянно в разъездах собственно Кастильские кироли тоже постоянно в разъездах мы об этом еще будем говорить вот кироли постоянно в разъездах и получается что двор следует за ними дело посла найти путешествующий двор сказать все что надо и уехать Фернандо впервые начинает посылать послов чтобы они жили при дворах других монархов и понятно сразу обратите внимание Англия Лондон остается столицей и король значительную часть времени проводит в Лондоне к тому же там парламент Рим папа сидит в Риме практически никуда далеко не выезжая Венеция понятно что Венеция это как бы сказать город государства не люблю этого словосочетания но тем не менее и правительство в Венеции сидит в Венеции венецианский дождь сидит там Брюссель опять-таки посольство в Брюсселе это торговое посольство Брюссель это крупнейший европейский центр куда привозят кастильскую шерсть и торгуют уже за пределами Кастильи и наконец Священная Римская Империя ну вот здесь посол вынужден был ездить вместе с императором довольно долго потому что со столицей там была серьезная проблема но тем не менее впервые формируется посольская служба да начинает отстраиваться вот здесь мы сделаем плавный переход к следующему эпизоду к строительству государства здесь мы видим шаг к строительству государства такой внешнеполитический учреждение посольской службы а о том что было сделано в области государственного аппарата мы поговорим в следующем эпизоде лекции спасибо спасибо